Купить лекарства в аптеке, доставить продукты пожилому родственнику. Такие заботы обычно лежат на детях и внуках престарелых членов семьи. Однако, когда в Беларусь пришла пандемия, многие задумались о том, что их приход к пожилым родственникам может стать небезопасным из-за опасений стать переносчиком вируса. Именно поэтому в последнее время особенно востребованной стала помощь социальных работников. Они помогают в приобретении продуктов и лекарств, доставляют их на дом, также при необходимости наведут дома у пенсионера порядок, посодействуют в записи на прием к врачу. Такая социальная помощь позволяет пожилым гражданам минимизировать свое пребывание в общественных местах, где может активно циркулировать вирус. Воспользоваться услугами специалистов центров социальной помощи могут разные категории граждан. Оказывается, она по заявительному принципу претендовать на ее оказание могут нетрудоспособные гродницы, также те, кто достиг 60-летнего возраста, одиноко проживающие, малообеспеченные и ветераны Великой Отечественной войны. Последние две категории обслуживаются соцработниками на безвозмездной основе. Что касается других, предусмотрена полная либо частичная оплата в зависимости от состояния здоровья. Впрочем, речь идет о чисто символических суммах от 8 до 14 рублей в месяц. В настоящее время в городе Гродно на социальном обслуживании находится 1406 пожилых граждан из инвалидов. Из них бесплатно обслуживаются на дому 60 человек, на условиях частичной оплаты 127 человек, а на условиях полной оплаты 1219 человек. Ну и необходимо отметить, что социальное обслуживание на дому обеспечивает 149 социальных работников. И учитывая эпидситуацию, которая в настоящее время у нас в городе, все социальные работники обеспечены всем необходимым. Это и масками, и перчатками, и детсредствами. И при посещении пожилых людей они проинструктированы и соблюдают все меры предосторожности. К слову, помимо помощи с покупкой продуктов и лекарств, социальные работники оказывают информационную, бытовую и реабилитационную поддержку.